Теперь нам осталось решить еще два вопроса. Шаблоны и статика. Но давайте разберемся со статикой сначала. Итак, посмотрим наши настройки, которые мы сделали по статике. Открываем файл settings и смотрим. Итак, по статике у нас есть следующие настройки. Статический URL, чтобы доступ к статическим файлам. Сама директория статических файлов, которая у нас находится в самом проекте, здесь все понятно. Сюда складывается вообще вся статика. Мы сейчас говорим о другой статике. О статике приложений. Вот у нас есть директория static files.dir. То есть, иными словами, сюда вносятся файлы, которые дополнительно мы хотим, чтобы стали статическими. То есть, собирались в папку статики. Почему? Правильно. Будет логично сделать следующее. Иными словами, саму папку блок, саму директорию блок разместить в папку static. И здесь папку static. И так как у нас есть сам блок, имя, то пространство имен будет соблюдено. То есть, ничего не запутается. Следующий момент. То есть, иными словами, мы с вами решаем, что саму статику мы в приложении положим. Это понятно. Так, со статикой вроде все понятно. А вот с шаблонами немножко все неоднозначно. Здесь есть варианты. В принципе, это вам выбирать. Вариант номер один. Мы сейчас посмотрим другие проекты. Давайте сначала посмотрим, что у нас по шаблонам, по настройкам. Мы указали в templates настройку шаблонов templates. Иными словами, в данном случае то, что указано в templates, Django будет искать темплейты, шаблоны во всем проекте. Где есть папка templates, она оттуда вытянет шаблоны. По статике тоже стоит напомнить. Мы добавили в настройку некоторые утилиты static file fenders. То есть, это две стандартные утилиты Django, которые умеют вытаскивать статику откуда угодно. Почему мы их добавили. Так, ну, дальше идем к шаблонам. Итак, по настройкам шаблонов мы написали. При этом, если мы, допустим, Django мы хотим добавить шаблоны, то backend мы добавим прямо сюда и можем добавлять сколько угодно шаблонных движков. В данном случае мы пишем на Django, так как это начальный курс. Теперь. Итак, вариант первый. Можно сложить шаблоны следующим образом. Сейчас мы посмотрим. Я покажу варианты. Ну, сейчас. По-моему. Вот в этом проекте я видел. Вот парень делал что-то вроде социальной сети. Я не помню как. Сейчас посмотрим. Я ее сохранил, потому что я здесь увидел одну очень интересную функцию. Здесь не могут, значит, те, кто не добавлен, друзья, комментировать. Это мы себе возьмем на вооружение. И если мы посмотрим этот проект, то мы увидим следующее. В данном случае у него сложенные файлы следующим образом. Во-первых, у него больше приложений самих по себе. У него, допустим, статус тот же вынесен в отдельное приложение. Мы этого делать не будем. Мы разговаривали. А вот у него темплейт с папкой. И у него дальше идут дискуссии. Event, то есть, иными словами, по приложениям. Дальше идут distributive. То есть, сами шаблоны. При этом, там же находится базовый шаблон. И шаблон home. Тут, вы знаете, трудно советовать. Но вот так я точно делать больше пока не буду. Раньше я именно так и делал. С одной стороны, здесь сделано довольно удобно и довольно правильно. Но когда будет приложение штук 20, тогда, ну, будет, наверное, не очень удобно. Почему? Мы сделаем немножко другой вариант. Мы темплейт положим в само приложение. Если вы уверены, что... Если вы уверены, что у вас будет ограниченное количество приложений, то есть, допустим, ну, всего несколько, то, в принципе, так можно делать смело. Но если вы не уверены, и вдруг у вас сайтом вы будете заниматься долго, и там будет порядка 20-30 приложений, то, в принципе, это не очень удобный вариант. Значит, логичнее будет разделить. Разделить, иными словами, шаблоны положить в саму директорию самого приложения. Во-первых, уйдет путаница полностью. Вообще путаница не будет. То есть мы что делаем? Берем наш блок, добавляем сюда папку templates. Благодаря настройке templates у нас указано, что искать в папке templates. Что не надо делать? Не надо делать это переименовывать. Это, конечно, можно. Но если вы собираетесь вдруг работать с вашим проектом другими людьми, не переименовывайте. Пусть будет привычно. Templates, понятно, это в первую очередь. Второе, вот джангры разработчиков так задумали, и, по сути дела, открываешь, бывает, проект, начинаешь искать шаблоны, а там переименовали. И тратится на это время. Посему templates, все, не надо переименовывать. Единственное, что мы создадим, это пространство имен. Иными словами, добавим директорию. Это надо делать обязательно. Потому что если у вас, вы решите создавать базовые файлы, то везде могут быть они одинаковые названия, но чтобы они не пересеклись, надо всегда создавать папку. Как правило, папка создается по названию приложения. Templates, блок. Во-первых, когда вы будете добавлять в представление, мы будем добавлять путь, блок и далее файл. То есть оно будет в представлении очень читаемо. Во-вторых, это пространство имен, которое не даст пересечься с другими приложениями, даже при одинаковом названии файлов. Итак, мы с вами определились. Здесь будут шаблоны самого приложения. Дальше, если захотите, можете создавать еще директории. Можно сложить просто в эту директорию файлы. Тут уже как удобно, в зависимости от того, сколько много файлов и сколько у вас разделов в этом же блоге. Есть еще один вариант, еще один момент, с которым надо определиться. Дизайн. Мы собираемся делать на Bootstrap 5. Перед нами опять встает вопрос. Если же мы решили написать только одно приложение, центральное, и дальше ничего не собираемся делать, то, в принципе, можно размещать сами файлы Bootstrap или другого движка прямо в блоге. Если же мы не уверены и думаем, а вдруг нам через полгодика придет какая-то в голову, в голову придет какая-то идея, мы опять что-то начнем создавать. Значит, наверное, надо сделать тогда немножко по-другому. Мы все-таки в данном случае сделаем так. Мы создадим папку Templates всего проекта. Кликнем сюда, чтобы дальше создадим директорию, которую мы назовем Templates. Вот она у нас. Она в самом проекте. Здесь мы разместим всего два файла. База HTML. Стоп. Не пойдет. Именно так. Вроде бы пойдет. Да. Базы нам не придется. Знаете почему? Вот есть такой маленький момент. Сейчас покажу. Аякс. Аякс. Дело в том, что Аякс для вот этого приложения может быть один, для второго другой. Да. И если все грузить в один файл, и там будет у вас потом приложение 30, то этот файл будет неподъемный. Это несерьезно. Значит, в принципе, здесь надо поразмышлять. То есть, всегда то можно поменять. Это не проблема. Но все-таки надо поразмышлять. Что нам понятно? Нам понятно, что... Ой, по статике я не закончил. Мы еще не всю статику. Ладно, потом вернемся к статике. Давайте пока поразмышляем. Что сюда мы точно можем разместить? Это навбар. Иными словами, отделить навбар, то есть само меню, чтобы он был отдельно. Оно у нас будет одно для всего сайта. При этом, чтобы мы его могли, как хотим, переделывать, и ничего больше не ломалось. Это грамотно. Второй момент у нас может быть такой. Если все-таки проект немножко посложнее будет, как мы и решили. Иными словами, если мы со временем задумываем что-то еще сделать. Значит, тогда, тогда, по сути дела, вот этот файл у нас выступает действительно правильным. Здесь есть маленький нюанс. Нюанс заключается в следующем. Если вы захотите устанавливать какие-то библиотеки, то, как правило, только недавно люди начали как-то по-другому в библиотеках называть. Там, то ли, ставить нижнее подчеркивание впереди. Потому что, когда вы, допустим, все называют базой HTML, а потом пытаются поставить какую-то библиотеку, начинается конфликт. И, чтобы не было конфликтов, в принципе, самое простое решение здесь создать еще дополнительную директорию. Например. И туда переместить эти файлы. В данном случае, какие библиотеки мы не устанавливали, в любом случае, у нас уже будет для нашего проекта другое пространство имен. Это как вариант, я говорю. Значит, теперь, смотрите, получается нормальная картина. Здесь мы можем смело в этом проекте в шаблонах в блоге создавать файл базой HTML. Уже просто база. Даже можно не переименовать блог. Захотите базой блог, HTML, но, по сути дела, он уже находится в папке. Так как у нас есть пространство имен блог, ну, иными словами, пространство имен, я имею в виду, что директория, это та же пространство имен. То мы можем называть базы. У нас получается, что вот этот базовый файл, здесь базовый файл блога. Иными словами, то, что все нам надо для блога. Вот этот базовый файл. Здесь будут импорты. Буллстрап. И. Буллстрап. DC. Джукери для всего проекта. Пока так. У нас получается следующая картина. Следующая картина. Навбар. Мы будем писать как HTML. в базы, мы потом добавим, просто вставим его. Include. Навбар. Это мы, иными словами, вставим. То есть, он никак нам не будет мешать, мы его будем, как хотим, редактировать, и он всегда будет сам по себе. База HTML мы вставляем и тоже пишем как HTML. С техами HTML. Файл базы блок, я думаю, мы напишем уже, мы напишем уже наследование. Так. тогда получится все правильно. Иными словами, получается следующая картина. Это как вариант, ребят. Я здесь говорю, как можно поразмыслить. темплейт. Здесь у нас находятся два файла. Мы можем что сделать сейчас заметку. Пишем база HTML и на в барах HTML. Здесь понятно. Здесь у нас в шаблонах тоже есть базы. Но перепутать здесь что-то сложно. Сложно. Почему? Потому что мы четко будем понимать темплейт с база, то есть, относится к блогу. Тут ничего не перепутаешь. Еще раз повторяю. Если вы уверены, что у вас будет одно главное приложение, то в него в него в него как раз таки можно было бы сложить вообще и бустрап и все остальные шаблоны. Когда мы знаем. Если мы не уверены и думаем, что нам потом придет что нам придет потом идея создать что-то еще, то сложить, допустим, в блоге все шаблоны будет не совсем правильно. Причину мы объяснили. Причина в том, что сам базовый файл должен быть как можно более легким. То есть, сюда мы будем просто ставим HTML и вставим импорты со статических библиотек. Это bootstrap, gc и все, что нам надо. И все. То, что у нас для всего проекта. И вставим меню. А сам блок в данном случае мы в нем можем создать базовый файл. У него будет пространство имен блок HTML, то есть оно ничем не пересечется. Здесь мы тоже постраховались на будущее создали пространство имен. Значит, здесь я написал неправильно. Здесь мы должны написать вот так. Темплей с проект базы. То есть, вполне читаемо. Мы будем знать для себя, что это темплейты всего проекта. Базовый файл. Ну, а все остальные файлы, если нам понадобятся, уже будут наследоваться конкретно от нашего база файла. То есть, все вполне понятно. Если хотите, поменяйте имена. Над этим надо подумать. Я сразу говорю. Здесь я предлагаю варианты. Это не значит, что именно только так. Мы просто с вами порассуждали. Теперь я сказал, у нас не закончена статика. Если бы у нас было только одно центральное приложение блок, то, по сути дела, все тоже было бы тривиально. Можно было бы в блок сложить сюда, в статику, сам Bootstrap. Но если мы не уверены, и мы решим еще что-то написать, значит, тот же Bootstrap складывать сюда, в статику, будет не совсем правильно. Особенно, если вы будете работать с командой с проекта. С командой потом. Посему нам надо создать еще директорию. Называть можете как хотите, но, как правило, ну, не как правило, а можно назвать в проекте еще одну папку. иные статические файлы. Вот РСТАТИК. И что мы сделаем? Абсолютно верно. Так, мы эту директорию добавим в настройку статик файл финдерс. Потом до конца уже доделаем. Так, где наша? Вот РСТАТИК. Вот РСТАТИК. пространство имен. Например, Bootstrap 5. Теперь давайте посмотрим, зачем мы это сделали. директории. А вот сюда, в Bootstrap 5, мы можем также уже создавать какие-то директории, которые нам надо будут. Да? Ну, пока мы напрямую добавим некий файл. файл DC. Да? Теперь попробуем запустить статику. И как-то это все отрегулировать. Вы помните, я говорил, кто смотрит это видео, коллег статик я не запускаю, сильно долго набирать. Я себе в Linux создал алиансы, поэтому статика у меня просто две буквы ST. Так. Мы видим, что добавился один статический файл. Теперь давайте посмотрим, чего у нас в статике. Нам надо читаемость. Отлично. Смотрите, то, что мы и хотели. То есть, мы указали, если бы мы указали в настройках отр статик, и тут бы добавили Bootstrap, то вот этой папки мы бы не увидели. А грубо говоря, в статику влились бы все файлы, и мы бы, черти, ну, грубо говоря, ногу сломит черт. А так мы добавили только отр статик, то есть саму эту директорию. Но при этом создали еще дополнительную директорию. Теперь очень дружненько, очень наглядно в статику сложилось Bootstrap. Если мы открываем статику, нам надо найти, то мы легко находим файл, который относится к Bootstrap 5. То есть для нас это читаемо и понятно. Это важные моменты, мелочи. Ну, из мелочей все состоит. В принципе, теперь у нас вроде как все готово. В результате у нас получилась довольно неплохая картина и, в принципе, понятная для нас. Подводим итог. Подводим итог. Мы с вами решали следующую задачу сейчас. Как организовать файлы, шаблоны расширить, да, код. То есть нас интересовало в первую очередь темплей, статик, построение логики, да, именно приложений. Дальше я вам рекомендую дописать. Теперь в вашей вики должна добавиться директория templates. Отдельная, да. Можете ее назвать для себя, чтобы было понятно. Templates Projects. Projects. Templates проекта. И уже там создать файлы и расписать себе, как вы будете делать, чтобы это было понятно. Ребят, не рассчитывайте на память Особенно если вы, то что вы научитесь делать сайты по моим курсам я не сомневаюсь А потом как у вас будет клиентов 30 и залезете в проект и будете вспоминать что делали Делаем документацию Теперь для особо ленивых, объясняю Для особо ленивых, которые решили, пусть дурак Бовсуновский делает Дурак Бовсуновский как раз таки и делает, поэтому и может писать А вот кто не будет делать, писать не будет Вопрос, почему? Объяснял в курсах, прослушали? Ребята, есть такая вещь, как я говорил в школе Система работы с кодом Немножко отвлекусь В чем она заключается? Она заключается в том, чтобы код, который мы пишем Был понятным Непонятного становилось меньше, а понятного больше Если вы занимаетесь программированием месяц, два, три, полгода Но при этом у вас понятность кода не становится больше Значит у вас неверная система работы с кодом Иными словами, она у вас точно есть А, это потом, а это вставлю, а ну ладно Вот ваша система работы с кодом А потом мы Я в твое раз удивляемся Код чуть-чуть понимаю, писать не могу Поэтому я сказал Надо делать довольно простые вещи Но сначала маленькое замечание Здесь 30 уроков мы входим в классы И я теоретически и немножко практически рассказал Что такое система работы с кодом На чем работать, каким образом В самом курсе мы пользуемся документацией Это основа системы работы с кодом Документации Теперь важные моменты Если вы не будете расписывать код себе Комментировать Вот именно на первых порах особенно Когда постарше можно комментировать коди На первых порах надо комментировать код обязательно Обязательно Так, я что-то потерял Стоп Комментировать код Вики Иными словами Модель добавили И погнали комментировать Если вы думаете Что к вам само придет Разговаривать Разговаривать Сейчас Подберу слово Разговаривать и размышлять кодом То вы ошибаетесь Само не придет Это надо тренировать Самая лучшая тренировка Это расписать Да? Просто Расписать Был помню в школе человек Я писал видео Он настолько хорошо формы расписал Ну просто Смотришь и любой может Поэтому Расписываем Расписываем все Настройки полей Что что означает Иными словами Если вы смотрите на код И по взгляду вы считали Значит все окей Если вы что-то не считали То значит это надо выяснить сейчас Сразу Ну я же давал много домашних заданий А если вы их пропустили Поздравляю Жму вашу крепкую руку Садись дурак Садись дурак Трымай одинку Писать хрен будешь Значит что делаем Правильно Вы же умные? Умные Я уверен что умные Поэтому ребята Не надо ничего придумывать Расписывайте И через годик Через Не через годик Раньше Вы заметите Что на самом деле То у вас все Больше и больше Понимания приходит на код Вы считываете моментально Второй момент Тоже отвлекусь Вы заметили Мы в курсах Постоянно идем в документацию То есть Здесь есть два критерия Берем образ То есть Ну образ Мы с вами разговаривали О менеджерах Чуть-чуть В предыдущих видео То есть Вы знаете что такое Это менеджер объекта Вторую вещь Которую вы должны сделать За 20 секунд Это найти его В документации Когда знаете Вы это должны уметь Почему? Потому что Наша задача курса Это пользоваться документацией Уметь ее читать Хороший программист Знает что где найти И как использовать Проходящий программист Зависает только в гугле Я не против гугла Я против того Чтобы из цепочки Выбрасывали документации Первый шаг документации А потом гугл Так будет работать правильно Второй момент Когда мы видим что-то Что мы не знаем Но мы четко понимаем Что это что-то То это мы выясняем сейчас Выясняем в первую очередь На документации Море методов списка Все Нашли Что сделали дальше? Молодцы! Открыли Юпитер И протестировали Работу со списком Не слушаем А прямо сейчас Попиздили И тестируем Вот так будет понятнее Поняли? Поняли Ну не обижайтесь Я иногда ругаюсь Теперь Следующий момент Мы перейдем Это уясним Когда мы будем Открывать Какое-то представление Дальше мы с вами Рассматривали Давайте забежим Немножко вперед Предыдущие Несколько уроков Мы рассматривали Выбирать там Класс Функцию Давайте еще Я дополню Итак Первая задача Которую мы выполняем Сейчас забегу вперед Но скажу Наша задача Что сделать? То что мы уже делали Несколько уроков назад Иными словами Проверить То есть Прежде чем писать функцию Я это не зря повторяю Вот как мы делали здесь Вот мы собираемся Сейчас Писать Посты пользователя И мы сначала проверяем Кирисерф Выборка объектов Как только мы убедились Что мы можем извлекать объекты После этого Мы уже Ставим второй вопрос Что нам выбрать Класс или функцию И помните Что я вам говорил Если вы не уверены Будете ли вы решили Значит выбираем класс Все Вопрос решен И далее уже пишем Вот такие три шага К чему говорил Что Юпитер Жупайтер Мне вечно там пишут Я плохо его говорю В общем Юпитер Мне пишут там И так и сяк Ну ладно Для вас Командная строка Юпитер Чем хорош А тем Что здесь Можно сохранить Все Поэтому Юпитер Для вас Командная строка Любимый инструмент Где вы все проверяете Почему Непонятного кода Не должно быть Почему мы уверены Что у нас получится А ведь мы Шаг за шагом Пишем функции И идем От своего кода Наш код Нам точно понятен Значит Когда мы идем От своего кода К справке Мы понимаем Чего мы ищем Правильно Значит Мы можем найти И немножко Подкорректировать Да То есть Потренироваться И нам становится Понятна документация Через определенное время Начинает работать Обратный эффект Мы просто смотрим Документацию И понимаем Важный момент Разобравшись Документацией Джанго Вам будет понятна Документация Абсолютно Любых библиотек Все напишется Одинаково Это я Рассказал части Системы работы С кодом Поэтому Я очень рекомендую Посмотреть Эти уроки Потому что Здесь Довольно много И теории Есть Кроме этого Кроме этих уроков Я говорил раньше Это не вода Это надо запомнить Чтоб потом Не было Смотрю В код И ни хрена Не понимаю Так не надо Поэтому Ребята Должно быть так На самом деле Каждый месяц Занятия Программирования У вас должно быть Больше Пониматься И вы это Должны чувствовать Все дело в работе Системы в кодом Именно поэтому Я уверен Что могу Научить программирование Абсолютно Работаю Ну и возвращаемся К последнего момента Который Надо было Проговорить Что Если вы не будете Расписывать код То читать Вы его Не будете Писать На нем Не будете Если вы Не будете Расписывать код То размышлять Тоже вы на нем Не будете Допустим Вспомните Когда вы что-то Недавно делали Не код А что-то там По дому Вы там Шли в магазин Размышляли Как что делать Вот тоже должно быть По коду Но начните Описывать Ребята Тогда у вас Появится Действительно Каждая вещь Переменная Станет на свое место Поля Все что есть Функции Классы В Python Начнет становиться На место И в принципе Вы Начнете Размышлять Кодом Это уже будет Интереснее Наработаете Где найти Вот вам Программист Я не вижу Ничего сложного Дело в чем Дело всегда Либо в лени Либо В спешке Так Я сюда Выливаясь Командная строка В общем-то Я рассказал Достаточно Чтобы понять Кто хочет Тот будет делать Кто не хочет Ну что я сделаю Будьте так Так вам удобней При этом Упрекать человека Нет смысла Почему Потому что он сам К этому придет Ну потеряет времени Ну год Два Три Ну Это дело Личное Так Давайте Заканчивать Поэтому сейчас В папке Templates Project Распишите Вашу логику Что вы будете Делать Чтобы вы Ее сами Понимали Посмотрите На проект То есть Откройте Сделайте схему Любое Это здесь В КДЕ Была Некая фигня Ну хорошая вещь Семантика Не фигня Семантика Посмотрите Нарисуйте Посмотрите Да То есть Начните Размышлять Поработайте С проектом Создайте Директории То есть По сути дела Чтоб вы понимали Как вы будете Устраивать проект Ребят И барани бог Не бойтесь Экспериментировать Да Какая-то идея Пришла в голову Что был Суновский Говорит Это он говорит Из своего Дурацкого Опыта Которого Практически Такое ощущение Что за 13 лет Нет Потому что Я смотрю Ход того же Раз На своего Любимого Программица Раз Локейта Магии Да То Я Смотрю И думаю Как так Вот Чудо Да Поэтому Не бойтесь Экспериментировать Не бойтесь Набивать Шишек Не бойтесь Выбросить Из головы Что не получится Вот то что я Рассказываю Ребят Ну неужели Здесь Я же сложного Не рассказываю Дело Программирование Совершенно Не в том Что Я выучу Не выучу Выучит Любой Я знаю Что и дети Восьми лет Занимались Моим курсом Дело В Правильном Подходе Вот я Показал Вообще Сама школа Сейчас Демонстрирует Этот подход Да Только кто-то Пробегает Кто-то нет А на джангом Мы демонстрируем И подход И систему Работы с кодом То есть Дело В самом Правильном Подходе Изучения И то Что Допустим Писать Может абсолютно Каждый человек В этом Я уверен Поэтому Бесполезно Там Говорить себя Может Это не для меня Это Либо дело Лени Либо спешки Я сказал Только тогда Может не получаться А вот то Что мы рассматриваем Скажите Ну что Здесь Вам что-то Было непонятно Это же не высшая Математика Это обычные Простые вещи Которые Сделала Раз Два Три Ага Ну понял Ну все Дальше Пошли Все Пока Хватит Продолжение следует